Всем привет! Готовлюсь к коп-сезону, а в этом году, может быть, он начнется раньше, где-то в середине апреля. Я думаю, что в промежутке с 15 по 20 апреля, дай бог, я выйду на коп. Обычно у нас коп-сезон начинается позднее, где-то в первых числах мая, даже ближе к 10 числу. Но весна в этот раз, как и зима, достаточно теплая, и поэтому надежда существует на то, что коп начнется пораньше. Итак, хочу поговорить о данном пинпоинтере, оставить свой отзыв и вообще, нужен ли обсуждаемый девайс в поисках. Может быть, моя информация пригодится тем, кто собирается его приобрести, либо собирается вообще начать поиск при помощи металлоискателя и ищет еще какие-то дополнительные важные детали, да даже не детали, а девайсы, которые сделают поиск комфортным. Пинпоинтер, сокращенно пин, он в принципе не является чем-то необходимым, безусловно, но он облегчает процесс поиска. К данному девайсу у меня было двоякое отношение, когда я купил металлоискатель, это был 2015 год, если не ошибаюсь, я думал, а зачем мне пинпоинтер лишние деньги тратить, потому что монету в принципе можно найти и без пина, так как вы разламываете кочку, у вас металлоискатель, около него, либо им поводили по кочке, ее немножко совочком разрыхлили, либо руками, либо ногами, как я футбольный мяч пинаю кочку, потом ноги болят, и в принципе можете найти нужный вам предмет. Но когда вы осуществляете поиск достаточно долго, продолжительное время, несколько часов, выезжаете с ночевой, то необходимо что-то вам облегчить в процессе вот этой уже рутинной работы, выкапывания кочек, и данный предмет позволяет вам это делать. Допустим, вы выкопали какую-то лунку, но сигнал остается в ней. Извините, вам нужно понять, где он находится, данный сигнал. Нужная вам цель, вы проводите по краям лунки, в глубине ее, либо по дну, и это естественно облегчает вам процесс поиска. Почувствовали, что сигнал где-то внизу, рукой туда проникли, достали кусок земли, снова посмотрели его, это естественно облегчает. Особенно также, когда получается таким образом, очень удобно, что сигнал, вы выкопали ямку, лунку, раздается в земле, но вы не можете понять, еще расскажу, с какой он стороны, может быть внизу уже вашей ямки, либо где-то по бокам, и в этом случае пин очень выручает. Также при помощи него можно осуществлять поиск каких-то потеряшек у вас, где-то на даче, провели под сараем, ключи потеряли, либо что-то еще, тоже очень удобно. Кроме того, поиск на чердаках, в каких-то таких не очень комфортных условиях, в плане того, что они не дают вам с комфортом осуществлять поиск при помощи металлоискателя. А здесь его размер позволяет это делать. Пинпоинтер это, в принципе, тот же самый металлоискатель, только с ограниченным функционалом. Помню, копал на одном месте, там площадь была где-то 15 на 15 квадратных метров. Такой квадрат или прямоугольник, не суть. И очень много было капсулей разброшено. Там разбросано в времен Советского Союза небольшие кругляшки, где-то полтора миллиметра, может быть два в диаметре. И они цвета земли. Звук шел от них достаточно четкий, ясный. В принципе, пропускать такой неохота. Если б не было пина, я, честно говоря, замучился. Один раз я без него осуществлял этот поиск, потому что предметы еще маленькие, они вываливаются с кочки земли. Если трава по весне достаточно плотная и большой ее слой, то между травой этот капсуль легко проваливается и при помощи металлоискателя сигнал раздается. Но найти очень-очень затруднительно. И в этом случае он выручал. Макропойнтер. Насколько я помню, это турецкая фирма. Недорогой был пин. Что у него из характеристик? Питание осуществляется посредством, если не ошибаюсь, названия элемента питания. Батарейка крона вставляется сюда. Далее, вот этот блок управления в соответствующие разъемы. Здесь они также присутствуют. Вставляем и закручиваем данную крышку плотно. Кольцо. Потому что он является водонепроницаемым. Плюс данного пинпоинтера позволяет погружать на определенную глубину. Поэтому необходимо все плотно завинтить. У него здесь есть подача звукового сигнала, вибросигнала, либо одновременно звуковой и вибросигнал. Также есть регулировка степени его чувствительности. Когда, допустим, цель находится здесь, вы поставили самую чуткую регулировку и на расстоянии можете понять, что цель находится где-то вот здесь. Либо вам необходимо сократить чувствительность, чтобы пинп реагировал, допустим, на таком расстоянии, что тоже иногда очень удобно. Также здесь, насколько я помню, 4 степени чувствительности, если не ошибаюсь. И присутствует фонарик в этой части. Он редко пользовался. Он недостаточно такой яркий. Не знаю, сколько его иллюмен, но не яркий. Хотя, в принципе, если в темное время суток осуществляете поиск ночи, может быть, он где-то и пригодится. Хотя у вас будет налобный фонарик, я думаю. Кроме того, у пина шло в комплекте две насадки. Одна насадка обсуждаемая, а другая с ребрами, что позволяет иногда разрыхлить почву, если вам это необходимо. Вот эти ребра жесткости. Шла в коробочка у него красивая на замке. И в комплекте коробочка такая, достаточно серьезного, из плотного материала, с ремнем, можно было носить на плече. Также вот такой чехол в комплекте под пин. Здесь имеется зажим под ремень. И вот эта часть также можно использовать под ремень. Но тактический ремень, я не помню, он сюда вроде бы не пролазит, так как ширина у тактического ремня, на котором у меня висят под сумки, она достаточно большая. И я делал по-иному. Вот с помощью обсуждаемого элемента я вешал его на жилет. У меня на жилете по центру имеется на зажиме такая полоска. Я ее здесь продеваю, и он у меня на груди висел. Иногда, когда грязно на улице, он у меня, пин-пойнтер, находился в подсумке. Когда как. Но данный, он не очень хороший, я считаю, чехол, потому что у него вот эта часть, посмотрите, она расхлебана, не очень хорошо ходит здесь. Зажимы хоть имеются, но все же, может быть, их отремонтировать здесь возможно, я не знаю. Но расхлебано. Но, тем не менее, я пользовался этим чехлом. Что я сделал из улучшений? Это пластиковый хомут. Сверху протянул изоленту по окружности. Вдел сюда кольцо. Обсуждаемый карабин, растягивающийся, что очень важно, удобно. И зажим канцелярский. У меня все крепилось на подсумке, если он у меня находился в ней. Для фиксации данного пина. Ну вот, в принципе, все. Не знаю, может быть, сейчас есть аналоги, более дешевые, данному пину. Но фирма, еще раз хочу, аналоги я имею в виду на Алиэкспресс или где-то еще. Но фирма очень хорошая, как и сам пин. Иногда, насколько я помню, когда его включаешь, необходимо дать, как любому металлоискальплю, чтобы он немножко после включения не сразу был использован по своему назначению. Ну, это буквально пару секунд подстройка идет. Потому что, если сразу его использовать после включения мгновенно, то он может, насколько я помню, дать ложное срабатывание. Хотя, может быть, у меня так выходило. Но, в принципе, еще раз хочу сказать, вещь достаточно приятная. Хотя у меня отношение было к ней двоякое. Даже после покупки. Я не хотел брать пин, думал, это лишняя вещь. Потом приобрел пин, походил с ним, забросил его. Нет, не нужен. Потом к нему вернулся. И вот последний сезон, два сезона или сезона, точно отходил с ним. Один раз забыл его в машине. Испытал такое неудобство, когда копал. Потому что приходилось затрачивать много сил и усилий. Ну, вот его внешний вид. Почищенный он, вымыт. Конечно, можно еще пройтись. Вот их, к примеру, наждачкой. Либо старой зубной щеткой. Но я и так здесь старой зубной щеткой, кстати, очень усиленно чистил. Вид имеет благородный после использования. Но вот именно кольца этого не было в комплекте. Что возможность было его таким образом носить. Некоторые, насколько помню, здесь делали кольца, к примеру. Сюда металлические. И сверху затягивали поплотнее соответствующий разъем. Здесь был, к примеру. И они вот эту уже конструкцию крепили все к нему. Но я не знаю, будет ли это как-то влиять на его водонепроницаемость. Но я не хотел искать вот эти кольца. Думаю, сделаю таким образом. Потому что это было быстрее. Буквально через 5 минут у меня вся эта конструкция уже была готова. Ну вот, в принципе, и все. По цветовому решению, я не помню, как называется, фирма Гарит. Они делают пины очень хорошие. Ярко такого оранжевого цвета у них. Морковка еще называли. Легко видно, когда вы его где-то вставите, потеряете. Такая заметность. И также выпустили пины фирмы XP Deus. Фирма XP, если правильно говорить. У меня металлоискатель XP Deus. А у них пин связывается с непосредственно самым, как я понял, металлоискателем. Это плюс определенный. И может быть, насколько я также понял, раздаваться сигнал в ваших наушниках, если вы копаете при помощи них. Что я, в принципе, и делаю. Но меня этот вариант устраивает. Все нормально, все хорошо. Так что, может быть, кому информация моя помогла, рассуждение, сделать вывод, нужен вам, не нужен. Держим связь.